Борьба за чистый воздух в нашем регионе ведется из года в год. Многочисленные выбросы сероводорода, углерода, серы, азота и других вредных частиц промышленных комплексов не дают населению в буквальном смысле спокойно вздохнуть, вызывая жалобы в сторону ведомства по защите экологии. По данным мониторного департамента экологии, основным источником выброса и загрязнения воздуха являются городские конденсационные сети, конденсационные очистительные сооружения, виловые площадки и конденсационные насосные станции. Кроме того, городской конденсационный сет, помимо хозяйственных бытовых стоков, поступает также промышленные стоки. Сверхнормативные выбросы сероводорода в атмосферу от конденсационных сетей, обусловлены несоблюдением предприятий нормативы допустимых концентраций загрязнения веществ при расширении водоотведения. Большая нагрузка на атмосферный воздух города оказывает неорганизованные источники. Это автомобильный транспорт, организованный источник АЗФ, шелкотов, плавленный сет, номер 1 и 2, предприятие стройиндустрии. По данным неоднократных проверок департаментом экологии выяснено, что основным источником выброса и загрязнения воздуха являются городские канализационные сети, очистные сооружения и хозяйственно-бытовые стоки, что может принести вред и водоемам. Например, в промышленной зоне города в водах реки Илег выявлены частицы шестивалентного хрома. Спикер отметил, что для решения данного вопроса запланированы исследования, и только после этого возможно провести очистку водоема. Загрязнение подземных вод реки Илег с шестивалентным хромом в промышленном мордоке связано с запуском 1957 года заводом хрома в соединении. В зоне загрязнения подземных вод живет более 500 тысяч человек. Это население областного центра, а также Матургского района. Загрязнение шестивалентным хромом продолжает расправиться вниз под течением потока грунтовых вод, попадая конечным током в реку Урал, что позволит с собой экологические последствия в трансграничном масштабе. Утвержденный Акимом области, Ондасеном, Урозалином комплексный план по переработке и ликвидации твердобытовых отходов тоже, казалось бы, мог оправдать ожидания граждан. Так, до 2022 года планируется обеспечить свалочными полигонами все районы и центры. На сегодняшний день на 647 свалках ликвидированы незаконно размещенные отходы. И порядка 55 свалок еще остались в окрестностях областного центра. По переработке и своей временной ликвидации твердобытовых отходов с привлечением субъектов малого и среднего бизнеса на 18-2022 годы утверждение Акимом области предусматривает раздельный сбор, утилизацию твердобытовых отходов и проведение различных работ среди населения и бизнес-сообщества, создание соответствующей инфраструктуре. Как отметили в РСК, самой обсуждаемой темой за последнюю неделю стал Бестамахский свиноводческий комплекс. От жителей села поступила жалоба по факту сброса отходов мясокомбината на рельеф местности. В департаменте сообщили, что были взяты необходимые пробы и направлены лаборатории, вследствие чего были установлены нарушения требований природоохранного законодательства, а в отношении предприятия были приняты административные меры. Тамирис Жумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт».